Когда мы с вами сделали ударный, мы с вами сделали бас и мелодию Как правило, бит готов Но реально, больше ничего добавлять не то, что не нужно То есть мы, конечно, разберем, что еще можно добавить в бит Чтобы он был более интересным, более разнообразным Но из основных и главных частей Это самое главное и, как правило, больше особо ничего не надо Сейчас что мы будем делать? Смотрите, мы будем учиться анализировать биты Вы же ведь скачали наверняка тот самый эталонный референсный бит Теперь давайте проанализируем этот бит на предмет того, из чего он состоит, из каких звуков Также какая у него структура, последовательность и так далее Короче, мы научимся анализировать референсные биты Я сейчас покажу на примере бита, который я скачал где-то там из интернета Но вы потренируйтесь на своем бите Итак, вы скачали бит Изначально вы должны знать темп, в котором он сделан Если вы скачали его с BeatStars, то там указан темп, указан BPM Если вы скачали его где-то не пойми откуда То вы можете воспользоваться программами, например, Rekordbox, Virtual DJ, Mix Master, Tractor В общем, любая диджейская программа, они измеряют BPM, они измеряют и анализируют темп трека И делают это очень хорошо Если же у вас нет ни того, ни другого, то давайте попытаемся сделать это вручную У нас в бите что-то меняется каждые, как правило, 4 такта, либо каждые 8 тактов Мы видим, что изменения происходят вот здесь А они должны быть либо тут, либо тут Поэтому, меняя BPM, мы ставим его либо 80 Ну, тут, скорее всего, будет чуть-чуть другой BPM Не 80, а, возможно, 80 с копейками Да, наверное, будет 82, наверное, он будет Почему? Потому что в mp3, смотрите, еще очень важный момент Когда вы максимально вот так вот масштабируете То в mp3, именно в mp3 файле почти всегда будет в самом начале вот такая пустота Ее лучше убрать Нафиг она вам нужна, чтобы все было четко, лучше ее убрать И затем видим, что вот начиная с 9 такта четко у нас начинается удар бочки Итого, темп 165 Отлично, теперь, смотрите, открывается вот такая замечательная панелька Которая открывает нам доступ к маркерам Мы можем сюда их ставить через плюс И мы называем, ну, например, давайте Интро Давайте это интро, да, своего рода А здесь у нас будет Давайте можем назвать по-английски Ну, есть английское обозначение куплет-припев Например, verse и, значит, корус Корус — это припев, verse — это куплет Ну, давайте по-русски напишем куплет Причем первый Дальше у нас идет переход Ну, давайте назовем его так и назовем переход Да, некий такой, некая такая пауза Затем идет куплет номер 2 Куплет Куплет 2 Затем опять некий такой переход Ну, условно, там провал Можно назвать его яма Как еще нередко называют яма Либо break И дальше у нас идет, пускай, ну, здесь даже не куплет А можно припев назвать Короче, то, как мы называем здесь На самом деле это не принципиально важно То есть вы можете назвать часть 1, часть 2 Там дроп 1, дроп 2 Это не так важно То есть главное, чтобы вы просто понимали По какому принципу строятся вообще биты и структура бита Теперь давайте проанализируем То есть мы структуру проанализировали Да, мы видим, какая она здесь есть И это очень важно при создании вашего бита Потому что то, что вы сейчас сделали Это бит, который длится, ну, скорее всего, 8 тактов И по длительности, ну, это будет там совсем чуть-чуть Здесь, если вы выберете кастомный вариант отображения То вы можете видеть, сколько секунд и минут длится ваш трек Вот этот конкретно бит, он длится 2 минуты 54 секунды Ну, как правило, так и есть Биты, они длятся где-то от 2 до 3 минут Реже больше И нам нужно тоже сделать бит на несколько минут Как мы это можем сделать? Мы просто берем все наши паттерны Все наши там аудиодорожки, которые мы сделали И раскидываем их вот так вот на несколько минут Но это гораздо проще сделать, когда у вас есть какая-то хотя бы структура То есть когда вы проанализируете свой эталонный референсный трек Вы можете запомнить эту структуру и вы можете ее поменять Например, я бы мог сюда, вот сюда добавить еще одну яму Почему? Потому что мне кажется, что слишком долго здесь играет бочка Я хочу, чтобы слушатель как бы немного отдохнул И я сюда мог бы вставить яму А вот эту часть я, может, вообще бы нафиг укоротил бы И так далее То есть, понимаете, да, вы можете взять за основу структуру вашего референсного бита И немного ее поменять Это опять же не является каким-то плагиатом Это нужно нам для обучения Окей Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц Да, это реально На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф И смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком А самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки Благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц Сейчас я покажу, как оформить подписку Выбираем интересующий нас пакет Нажимаем кнопку «Купить» Попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться» Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть После чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить» После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене Дальше что еще можем анализировать? Мы можем анализировать, какие вообще звуки есть в референсном бите Давайте послушаем вот этот бит Voice Tech мы не берем в расчет Потому что это просто для того, чтобы не стырили этот бит То есть не использовали его в своем треке А здесь у нас играет некая мелодия Давайте так и напишем Melody И это очень похоже, да не похоже, а это и есть арпеджио То арпеджио, которое мы с вами разбирали Да, это то самое арпеджио Давайте назовем Melody Arp Чтобы было более понятно Дальше у нас начинаются что? Ударные Какие здесь у нас ударные? Ну, естественно, здесь у нас имеется бочка Имеется хайхеты Snare Ну и в общем-то все Давайте drums То есть мы сейчас не будем разделять прям на большие куски Хотя это было бы тоже очень и очень хорошо Если бы мы еще это подразделили Да, как-то Вот Но в принципе можно оставить и так Давайте Поменяем цвет на какой-то другой Чтобы было прикольней Вот Также у нас есть bass Давайте еще поставим И здесь 808 bass Мы его тоже слышим То есть в принципе все те элементы Которые мы с вами до этого делали Они тут у нас уже присутствуют Все, что здесь происходит Это местами убирается бочка Да, то есть в целом мы отсюда убираем ударный Мы можем даже взять и вот так вот, например Это отметить при разборе бита Чтобы понимать, а как это вообще все работает Здесь обратите внимание Продолжает звучать наша инструментальная мелодия А здесь у нас звучит что? Только hi-hat Давайте даже переименуем Что здесь у нас только hi-hat И пошло опять все по новой Уверен, что здесь все одно и то же звучит Обратите внимание, что здесь у нас звучат Значит Только Давайте тоже переименуем Kick Плюс Snare Ну там еще есть дополнительный Да, какой-то hi-hat Такой Open hi-hat Но вот этот основной Он исчезает И исчезает В 808 бас То же самое, что и здесь Но с отличием Смотрите, чем отличается этот переход от вот этой ямы Догадываетесь? Правильно, 808 Здесь есть 808, а здесь его нету И теперь смотрите, фокус и магия создания треков Вы можете буквально оперируя тремя элементами Ну давайте там драмсы мы даже вот объединим в одно Как бы в одну кучу Хотя по факту там три элемента Мы можем их по-разному чередовать друг с другом По-разному комбинировать И в итоге каждый участок трека у нас будет звучать чуть-чуть по-разному То есть смотрите, вот эта часть и вот эти части Они звучат по факту по-разному Хотя здесь вроде и тут hi-hat И тут hi-hat И тут мелодия И тут мелодия Но баса здесь вот нету Вот здесь, а здесь он есть И вот это все мелочи, которые позволяют Буквально из нескольких элементов Собрать бит на несколько минут длительностью Там есть еще такой как бы voice какой-то Вот такие вот звуки Это скорее всего пэды То есть тип мелодии пэды Которые мы с вами тоже рассматривали То есть смотрите, что мы получили Мы буквально за какие-то считанные минуты Проанализировали эталонный бит Да, этот бит довольно простенький Но я уверен, что тот бит, который вы взяли Он тоже очень простой Проанализируйте его максимально детально Насколько это возможно Напишите мелодии Напишите, отличаются ли мелодии То есть нередко бывает, что в бите в начале играет одна мелодия А например в этой части может играть какая-то другая мелодия Возьмите, переименуйте ее Дайте ей другой цвет Нередко бывает так, что они как-то чередуются друг с другом И так далее То есть это тоже очень часто применяется в различных битах Также напишите более подробно ударные Ну можно в принципе, как и я сейчас сделал А лучше отдельно бочку, снейры, хай-хеты Отдельно там крэши и все остальные звуки Если вы это сделаете, поверьте, это у вас займет буквально минут 10-15 времени Но у вас будет глубокое понимание того Как создаются крутые классные биты, которые вам нравятся И все, что вам необходимо, это просто взять ваши аудиодорожки Ваши миди-клипы, ваши мелодии И раскидать их по аналогии Не точно так же, как в референсе А по аналогии с референсом Вот и все Поэтому проведите такой анализ референсного бита А затем возьмите те аудиодорожки и те миди-клипы, которые у вас есть И раскидайте их на несколько минут Чтобы у вас получился полностью готовый бит И очень желательно поработайте с этими маркерами Это тоже будет очень-очень полезно